Всем привет, друзья автомобилисты! Относительно недавно я делал видеоролик о тормозных дисках. Можно ли их протачивать? Как протачивать, если вы решили протачивать? Зачем протачивать? То есть рассказывал все нюансы. И один из подписчиков канала рассказал о том, что есть на станциях оборудование, которое протачивает диски без снятия, то есть непосредственно на автомобиле. Сегодняшняя тема именно об этом. Да, действительно, существует это оборудование. Оборудование довольно-таки интересное, довольно-таки полезное. Действительно, оно работает вполне нормально, но с умелыми руками. В чем самая главная, основная ошибка тех, кто протачивает? Если вы все-таки решитесь протачивать свои тормозные диски, соответственно, без снятия на станции, то обязательно присутствуйте при этом. Главное при проточке тормозных дисков, это внимательность и компетентность самого человека, который это будет делать. Как бы вся установка оборудования, все это стандартное, все это все знают. Но как протачивать, не все знают. Во-первых, протачивается по несколько заходов. После установки оборудования резцом проходится одна сторона, проходится несколько раз, пока выровняется. Но это, как правило, многие знают и так и делают. Когда они уже полностью выровняли эту сторону, переставляют резец на другую сторону и протачивают другую сторону. Соответственно, так же, как и первую, протачивается до ровного состояния. Обычно после этой процедуры снимается оборудование и устанавливается колесо. Так делают многие на станциях, но это неверно. После того, как проточили вторую сторону, нужно вернуться на первую сторону и пройти на верность ее. Потому что очень часто бывает, что после проточки второй стороны первую сторону ведет. То есть диск ведет. Нужно, когда вы проточили одну сторону, потом проточили вторую сторону за несколько проходов, пока выровняется. То есть нельзя большую толщину убрать, там твердый чугун. Проходится вторая сторона. Потом возвращаемся на первую сторону. Проходится тонким на верность первая сторона. После того, как убедили, что первая сторона уже идеальна, опять проходится вторая сторона. Если она показывает, что она идеальная Возвращаемся на первую Еще снимается, то есть совсем чуть-чуть на первую Проверяется первая сторона и проверяется вторая сторона То есть делается три захода Три захода на каждую сторону А неграмотные так называемые специалисты на станциях Проходят одну сторону за несколько раз Потом вторую сторону и сняли Нет, друзья, так делать нельзя Только по три подхода на каждую сторону Вот тогда диск вас бить не будет Вот так протачивать можно По-другому протачивать нельзя Иначе у вас опять будут бить диски Я с этим столкнулся сам Также при мне протачивали диски Мне потом пришлось устранять эту ошибку Но друзья, если вам надо всего лишь снять фаску на диске То я вам расскажу как это сделать в домашних условиях Ничего сложного нету без повреждения диска Все очень просто В ближайшее время я сделаю видеоролик о том как это просто делается Но вообще я не рекомендую протачивать диски Если ваш диск повело Или он там слишком изношен То лучше всего заметьте его на новый Не так дорого он стоит Но это будет гораздо лучше Надеюсь что для вас этот видеоролик оказался полезен Если это так, ставим палец вверх Подписываемся на канал, не забываем нажать на кнопку Будьте здоровы, всем пока